смотрите вот эта идея о том что с близким человеком в отношениях у меня должно быть счастье он не должен не раздражать это и есть тот яд который кусает за сердце каждого человека и только вас и меня и всех остальных этот яд он самый разрушительный по своей природе он всегда человека делает одиноким но есть исключение если человек все-таки имеет силы внутри сказать себе не обращая внимание на эту мечту и оставайся с тем кто кого бог тебе дал тогда жизнь этого человека приходят награды и счастье понимаете все виды ядов которые связаны с мечтой самой разрушительной когда мотылек летит на свет он точно такой же мечте находится и мотылики в основном погибают от того что обжигают все крылья когда рыбка хватает червячка он тоже она тоже и находится в такой же мечте и не замечает как колит ей крючок и она оказывается наружи точно так же оленя убивают с помощью мелодии хорошей потому что ему нравится мечта его находится в слухе у человека мечта находится в личной жизни именно там находится яд который разрушает жизнь представьте вы жили у вас семья есть дети и тут появляется мечта летящей походкой ты вышла из рая и скрылась и глаз у тебя уже семья есть жена двое детей олег геннадьевич поймите я вот я вам реальную историю расскажу поймите я в прошлой жизни с этим человеком был и в позапрошлой и позапозапрошлой мы с ним вечно связаны судьбой а с этой женой со своей с детьми я только одну жизнь связан так кого мне выбирать нет все нормально любовь это хорошо влюбленность это хорошо нужно себя контролировать давайте проведем небольшой вопрос поднимите руку кто из вас стал попал в такую интересную ситуацию вас кто-то очень сильно полюбил и это вас так сильно раздражало что вас пришлось вам пришлось этого человека бросить замечательно а вот теперь давайте другой более серьезный вопрос зададим а у кого есть такой случай что вот человек вас очень сильно любит безумно любит но вы его не бросили замечательно женщина вам микрофон конечно а почему мы хотим сейчас узнать ваш опыт нет вот на третьем ну хорошо сначала вам до дня нет сначала вам давать нормально высадить внимательно слушать и сейчас пожалуйста ведь она какой применила метод это не хитрость это очень сильное благочестие признак сильного здравого смысла пытайтесь понять мои хорошие что так сильно любить можно только бога вот так сильно любить можно только бога вот такую мечту надо к нему испытывать но если мы к человеку начинаем эту мечту испытывать тогда он не выдерживает нагрузки просто нагрузки не выдерживает понимать когда бывает иногда лес лекция заканчивается кто-то идет на сцену а кто-то бежит на сцену и кричит олег и на 9 и в этот момент когда я вижу этого человека бежит на меня него искренне чувство совершенно у меня ноги подкашиваться начинают чувствую себя очень плохо у меня нет сил человек подбегает можно я до вас дотронулась еще тяжелее стал знаете в чем причина что мы часто людей путаем с богом причина когда человек влюбляется он также обожествляет человек когда человек слушает знание от кого-то он тоже обожествляет и в это время вот это вот отношение она создает трудность если не проявить здравый смысл надо все отдавать богу вот допустим тебя кто-то полюбил надо понять что это бог так захотел и это не моё тело вот меня человек сильно полюбил я все это вытерплю понимаете вот вот сейчас спасибо вам садитесь сейчас я продолжу разговор этот с другим человеком посмотрите у меня есть один случай один молодой человек очень сильно полюбил девушку вот она ему отказала не захотелось с ним строить отношения и в это время я узнаю что его тоже очень сильно полюбила девушка этого молодого человека вот точно так же такой же сильной любовью его полюбила она девушка другая я для меня это все младше и я общаюсь с этой девушкой говорю ну давай попробуем его спросим попытаемся ну как бы понять как он настроен и он гордо это хорошая девушка все нормально он говорит теперь слушайте меня это хороший человек но олег геннадьевич я хочу так сильно полюбить сам чувствуете нет осечку осечка в чем заключается в том что этот человек как мотылек летит на огонь возможности создать семью в таком настроении нет потому что если ты хочешь кого-то сильно полюбить это значит что этот человек всегда будет разрушать твою жизнь за редким редким исключением как вот такого мудрого человека как эта женщина строить очень сложно но видите у нас много-много людей подняла руки и сказали меня полюбили и я не смог и чуть-чуть несколько человек помнила руки и меня полюбили и я смог вот такие несколько человек встречаются очень редко на них рассчитывать не стоит жизнь не стоит поэтому есть только один способ моей хорошей создать семью теперь вдохните выдохните глубоко тот способ означает что вас сильно полюбили и вы стерпели этого человека вот он этот способ этот способ очень трудный для принятия потому что меня обычно любит человек хуже чем я сильно не такой крутой как мне бы хотелось он хуже чем я и он сильно меня любит а я хочу сам или сама полюбить того кто лучше меня вот это и есть засада хорош из этой засады вырваться невозможно она герман спела вам эту песню об этой засаде дурманом сладким веевом от слова твоего запомните эту песню единственный нормальный способ создать крепкую семью это то сделать то же самое что сделают женщины и я вам говорю точно что этот способ означает всегда одно и то же пожертвовать своей мечтой ради другого человека именно пожертвовать своей мечтой потому что желание влюбиться у всех есть у каждого человека в этом мире но не каждый готов дать возможность любить себя практически никто не готов ваш то пожалуйста микрофончик рассказывать нам нужен любой опыт власть вы живете с человеком первое что было видите когда вот слушайте когда человека сильно любит его эгоизм становится безумным просто его эгоизм растет как грипп на дрожжах понимаете то есть страшная ситуация первый раз когда меня с ним жизнь свела и постепенно сейчас разложу мы с ним познакомились я была славяя весь уж 40 пол и сначала я видела что он меня любит я видела насколько сильно он для меня всегда был таким ярким раздражителем мне хотелось вот слушайте внимательно смотрите интересно видите он сильно полюбил она вытерпела это да и потом что происходит конечно а он не смог вытерпеть очень пожалуйста садитесь я не могу упустить эту тему садитесь с вами продолжим чуть попозже вот это и есть то ради чего большевики сражались и как бы отдавали свою жизнь и раньше вы нам надо отдавать свою жизнь человек должен знать что на первом этапе отношений всегда тот вектор который он принимает на себя он обязательно потом поменяется противоположную сторону ну допустим если вы чувствуете что вас человек раздражает потом вы наоборот будете счастливы с ним и он будет терпеть вас и так далее понимаете это всегда и это качели любви есть качели то есть они всегда качаются только в одну сторону не могут в 2 скачаться и поэтому если вы чувствуете что вы не можете рядом с человеком знайте что качели качаются не вашу сторону придет время они качнуться вашей вы будете сильно с ним мощно в это время у него будут экзамен а не у вас услышали меня или нет по-другому не бывает если вы хотите чего-то другого здесь в этом мире такого не бывает потому что любовь всегда действует в одну сторону она не может 2 сразу действует почему не может потому что так же как течет вода вот пока найдите реку где вода тепла в две стороны сразу невозможно любовь это женская энергия она эта энергия как река энергии любви она имеет женскую природу как река она пошла в одну сторону течь и вот так она течет потом наполняет это сердце разворачивается назад и начинает печь другую сторону ну то все так всегда это действует ну как вот вы видели течение сразу две стороны но может даже есть это создается что это называется течение две стороны как называется это называется водоворот или смерть это еще хуже понимаем с этим вообще лучше не связываться втором не ромео и джульетта смерть неразрешимая ситуация вообще только с богом может быть такая ситуация когда бог любит человека человек любит бога бог всегда нас любит очень сильно но мы не знаем об этом мы наслаждаемся этой любовью мы пользуемся все что нам дает когда мы и начнем ему отдавать с этого момента мы становимся счастливыми взаимность нашей жизни появляется рассказывать второй второй раз не надо подробности первого раза у нас нет времени 2 теперь вкратце стоп стоп женщины смотрите кто из вас такого человека хочется поднимать вникает каждого слова слушает все ваши эмоции стрелять это все хотят лучше даже ту руку не поднял все женщины хотят все такого человека выставлять ей попался именно такой человек и она чуть с ума не сошла женщина трезвейте на самом деле все было очень быстро 18 августа приехала 25 познакомились в конце сентября уже жили вместе но я не скажу что у нас мы отдавались вот именно я да вот этому некталу который нас потом разрушал у нас в этом году уже 6 лет как мы вместе по сей день то есть вот эта вот интимная планка она у нас не стоит на первом месте супер вот это очень важно молодец молодец супер молодец молодец это очень важно ничего не надо отмечать садитесь нет я хочу сохранить ваши отношения не хвалитесь надо вовремя останавливать надо спасибо вам за эту историю очень важный опыт итак первое что нужно принять своей жизни пока не поздно бывает поздно когда человек должен посвятить себя богу когда уже никого не встретишь первое что нужно понять пожалуйста терпите то что бог дал не ищите идеала идеал невозможен всегда когда вы встречаете своего человека он хуже чем того с кого вы хотели потому что мечта и семейная жизнь это противоположная вещь помните евгений онегин я тоже как бы вас любила но я другому одна я навеки ему верна вот это и есть мечта и семейная жизнь они не противоположные потрою семейная жизнь это отношение долга а влюбленность это отношение мечты связаны с мечтой мечта обычно бывает в юности в юности люди влюбляются обычно но ничего не получается обычно согласны потому что это мечта просто воплотилась мечта теперь семейная жизнь означает труд души люди трудятся вместе создают семью у них отношения не такие как хотелось бы но вроде бы более менее нормальные или может быть даже и ненормальные но все равно вот человек со мной живет надо сделать их нормальными надо потрудиться так чтобы они стали нормальными потому что семейная карма у всех разная бывает такая что тебе может достаться только очень тяжелый человек и с ним очень трудно жить но ты живешь и терпишь и это подвиг который будет вознагражден счастьем отношений с этими людьми и счастье обычно в семейной жизни сначала какое-то время небольшое бывает просто как это try and buy демоверсия влюбленность сначала мы встретились у нас там медовый месяц и потом дальше длительный период отрезвления ты видишь недостатки человеческие у каждого человека есть недостатки терпишь их и потом когда ты все выдержал все испытания начинается уже другой период стабильных таких глубоких отношений и любовь начинает развиваться первая стадия любви принятия человека вторая стадия уважения третья стадия верность четвертая стадия искренность до четвертой стадии доходят только святые люди обычные люди не могут дойти в семейной жизни до четвертой стадии так мы с вами сейчас раскрыли тему одиночество с точки зрения того что я привлекательный человек у меня хорошая судьба но я не выдерживаю свою карму не выдерживаю соотношений потому что я не понимаю что такое семья мне кажется что все должно быть хорошо а на самом деле семья предназначена для тяжелой душевной работы если я этого знания не имею в сердце и хочу просто наслаждаться жизнью меняю одного на другого пока наконец вообще не останусь один а потом начинаю чесать репу и думать что дальше делать как дальше жить прихожу на лекции узнаю что все было не так но даже в этом случае как бы все нормально правда ведь надо двигаться вперед есть другая причина одиночество более серьезное видите у человека есть у человека вот допустим у женщина есть две энергии любви одна энергия это ее привлекательность внешне которую все женщины усиливают и эта привлекательность она притягивает мужчин с желанием наслаждаться женщиной если мужчина допустим благочестивый хороший притянулся желанием наслаждаться женщиной то постепенно он приходит к мысли что надо создавать семью эта мысль приходит в его сердце с большим трудом в этом случае но если человек привлекся женщиной с точки зрения внешней красоты привлекся и не очень благочестивый то у него всегда в голове только одна идея это секс желание наслаждаться просто женским телом его эксплуатировать использовать женское тело с целью наслаждения страшно ведь правда женщины ну то есть потом выкинуть естественно из своей жизни этого человека ведь эксплуатация не означает что-то потом дальше построение чего-то а просто понаслаждался и бросил страшно женщины видите проблема современных женщин заключается в том что им не страшно говорит но нормально чуть это проблема мои хорошие потому что вам должно быть страшно потому что это ведь так и бывает понимаете вот понаслаждался и бросил потом понимаете или нет думай 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 пытайся понять есть вторая энергия женская энергия тепла которая идет из сердца эта энергия неуправляема женщина если энергию красоты можно усилить с помощью хорошего настроения тренингов всяких работа над собой женщина может усилить красоту в себе она управляема в какой-то степени хотя не полной то вот эта внутренняя энергия красоты которая создает семью слушайте женщины это тайна секретная информация та энергия теплоты которая прямо из сердца исходит и она создает семью когда мужчина чувствует эту энергию он столбенеет и решает что я хочу жить с этим человеком у него не создается желание ее постель затащить девушку понаслаждаться и как бы бросить а он у него другое чувство совсем возникает спокойное чувство возникает я хочу с этим человеком создать семью и жить вместе чувствуете нет разницу женщины один вариант мужчин он клиртует рисуется ведет себя классно играет с женщиной понимаете наслаждается рядом с ней и так далее игривое поведение игра любовь и выглядит эффектно такой тип мужчин ну круто вообще классно эффектные такие крутые классные играется наслаждается только маленькому ребенку не понравилось единственное крик который я услышал крик души потому что ребенок маленький это он же не имеет еще судьбы она есть скрыта еще характер неправильный только душа проявлена у маленького ребенка поэтому душа она все чувствует реагирует на все так женщина теперь дышите глубже я вам сейчас расскажу второй тип мужчин которые хотят создавать семью как они себя ведут вам надо дышать глубже правда этот тип мужчин которые хотят создать семью они ведут себя робко женщиной женщину в которой они хотят создать семью когда они ее видят они стесняются ее они не могут ее тащить в постель они ведут себя очень деликатно часто застенчиво и не вызывают восторга в женском сердце поначалу такого поведения женщина не ожидала она думала ну как же так если человек которому я должна отдать свою жизнь он должен быть очень сильным должен схватить меня за руку вести в загс но мои хорошие когда человек действительно чувствует вот эту теплоту идущую из вашего сердца он будет вести себя по другому и это такое поведение мужчины женщина часто воспринимают как недоразвитие недозрелость они думают ну зачем мне нужен этот такой пацан надо же нормального человека найти за которым как за каменной стеной а тут какой-то сбежала мальвина в чужие края сбивала мальвина небеса это чувствуете подвох женщины девушки чувствуете подвох заключается не образованность вы сколько раз отшивали таких людей которые могли бы стать вашими хорошими мужьями вам жизнь потому что они это и есть мужественные мужчины настоящий потому что настоящий мужественный мужчина никогда перед женщиной выпендриваться не будет ведет себя скромно деликатно всегда конечно же настоящий мужчина держит свое слово он развит в обществе достаточно но рядом женщина ведет себя робко ту которую он хочет взять замуж но потом постепенно он становится в личной жизни сильным серьезным со временем но есть одна проблема проблема заключается не в том что вы не распознаете женщины в себе этот тип энергии который надо усиливать а проблема заключается в том что этот тип энергии который создаёт семью труднодоступен он не управляется женщиной он управляются Богом и этот тип энергии приходит жизнь женщины только как награда, как награда, и награда означает, что женщина раскаивается за все, что было, она ведет себя с мужчинами сдержанно, не гуляет, по постелям не прыгает, понимаете, она ведет себя очень сдержанно в отношениях с мужчинами, раскаивается за все, что было, и очень серьезно относится к личной жизни. Для него личная жизнь — это не вот так вот. От такого поведения эта теплая энергия и сердце уходит. Теперь, если вы чувствуете, что нет личной жизни, значит, у вас этой энергии сейчас нет в сердце, и нужно покаяние. Нужно понять, кого вы бросили, кому вы жестоко отнеслись, потому что, когда есть жестокость в женском сердце, в семье у нее быть у такой женщины не может. Вспомните, когда вы разрушили отношения, что вы сделали не так в своей жизни, к кому вы относились не так, раскаетесь, смягчите свое сердце с помощью отношений с Богом, с помощью покаяния, молитвы, смягчите свое сердце. Итак, видите, в первом случае люди легко встречаются, но очень трудно быть вместе. Во втором случае никто не встречается, мои хорошие, просто никто не встречается. Это означает, что в сердце холод, там нет вот этого тепла. Вот смотрите, интересно, да? Человек начал встречаться, раскаялся, я бросила. А что должна была сделать? Простить. И тогда ребенок бы не родился. Правда? Нет, я не встречалась, ты не встречалась. Так я понимаю, я же сейчас об этом говорю. Смотрите, человек изменил, я должен был простить, так? Если я не простился, то процесс становится какая? Более сложная. То есть теперь надо уже простить больше, понимаете? А если я и сейчас не прощу, надо будет еще больше простить и так далее. И что мне делать? Прощать. Подождите, подождите, моя хорошая. Я отдаю со всех свечки, я не могу, но я не могу простить. Я пока не готова. Я не могу. Подождите, моя хорошая. Вы готовы жить одна? Не знаю. Я вам перепутчу. Ну вот давайте сейчас порассуждаем. Смотрите, вы ведь не будете рисоваться на пельке, правда? Нет. А если женщина не рисуется, только она только в раннем возрасте, молодом, может выйти замуж. Потому что ее естественная привлекательность в этом случае дает ей силу и возможность, чтобы за ней бегали. Если женщина чуть постарше, она должна или рисоваться и найти себе кого-то, или она остается одна? Вы готовы остаться одна? Нет. Тогда какой выход? Прощать. Да, прощать. Именно не простить, а прощать. И прощать придется долго. Я так думаю, где-то года два с половиной. А как же тут ребенок? Вы говорили, что это домик. Теперь я их домик, получается. Они, правда, не женаты, но я разрушаю их. Невозможно ничего разрушить, чего не было. Этот человек всегда оставался вашим мужем. Понимаете, отношения расторгает только Бог. Вот допустим, люди развелись, они роспись поставили в ЗАГСе, что я развожусь. Значит ли это, что они разошлись или нет, как вы думаете? Вот поднимите руку, кто вас приспоставил, но вы не можете разойтись. Или живете вместе, или встречаетесь, или еще что-то. Ну, понимаете, Бог не расторгнулся, расторгнулся в отношениях. У него свои планы на вас. Даже вместе на лекцию пришли, видите? Вы, вас, ваш брак никто не разрушал. Он так и остался. Знаете почему? Потому что у вас нет второго варианта. Бывает у женщины нет второго варианта, и Бог ей оставляет первый. Надо просто сейчас понять, что это будет эксперимент. Вы узнаете в процессе вашей жизни, прав я или нет. Я вам сейчас объясню. Вы должны сейчас начать жить с этим человеком. То есть опять встретиться с ним, начать отношения. Поставить условие, что он больше не общается с той женщиной, но может помогать ребенку. А как я буду это контролировать? А вы узнаете об этом. Как только вы узнаете, вы должны немедленно прекратить с ним близкие отношения. Воспитывайте его таким образом. Он, в конце концов, поймет, кто ему нужен больше. Возможно, у него будут осечки первое время. Но потом он как бы примет, что вы его жена, а туда не надо лезть. Потому что болезнь еще пока не прошла. Она еще остается в голове. Послушайте меня. Если этот человек будет исправляться постепенно, то он станет для вас очень хорошим мужем на всю жизнь. И это означает, что я не ошибся. А будет он исправляться или нет, вы поймете это в процессе отношений. Начните с ним строить отношения, все увидите. У вас есть право жить отдельно или жить вместе. Да, вам надо попробовать, но наблюдать за человеком. Просто наблюдать, понаблюдать. Если Бог стоит за этими отношениями, то вы увидите позитивные сдвиньки какие-то. Видите, если бы она была другая, ей бы эта ситуация не пришла. Не всякая женщина способна на это, я вас уверяю. Это очень трудно. Трудный шаг. Трудный шаг очень. Но это правильный шаг. Попробуйте. Вы увидите волю Бога. Ваша жизнь будет успешной. Это немножко не тот случай. Женщина не осталась одна. Бог ей оставил человека. Просто она была очень гордая, и поэтому получила серьезное испытание в своей жизни. У кого вот этот случай, когда нет возможности? Давайте с вами пока. Микрофончик сюда. Вот он бежит, микрофончик. В виде девушки заботливой. Вам не скучно на лекции? Нормально? Рассказывай. У вас не хватало духовной практики в жизни. Поэтому не хватило сил. Видите, это главная проблема. Нет сил. Видите, нет сил. Это главная проблема. Означает, нет контакта с Богом. Итак, первое, что нужно понять, это то, что самая главная причина одиночества всегда только одна — это снижение духовности. потому что духовно сильные люди никогда не остаются одинокими по двум причинам. Первая причина — их формат жизни совсем другой. Они живут в большой семье. Понимаете, духовно развитые люди не остаются в одиночку никогда. Они находятся в очень глубоких и тесных отношениях. Потому что есть три типа дружбы. Вернее, четыре. Но я сейчас буду говорить о трех. Первый тип дружбы — это дружба, в которой люди просто встречаются на отдых. Они вместе отдыхают. На праздники, на отдых. Это самая поверхностная дружба. Она не даёт никаких глубоких отношений. Эта дружба быстро заканчивается, когда человеку становится трудно. От него такие друзья уходят, с ним уже не отдохнёшь. Второй тип дружбы — это дружба более серьёзная, потому что она касается более серьёзных вещей. Это деловая дружба. Она очень распространена в нашем обществе. Люди дружат с друг другом, потому что у них есть общие дела. Дружба или родственная дружба. Это примерно равные. Деловая дружба чуть поповерхностнее, родственная дружба чуть поглубже, но в целом эта дружба основана на каких-то обязанностях. То есть, эта дружба не имеет сильно большой глубины. Обычно люди встречаются, чтобы что-то обсудить. У них есть общий интерес. Следующий тип дружбы, более глубокий тип дружбы — это дружба людей, которые занимаются самосовершенствованием. Они дружат с целью куда-то идти. И именно такая дружба является самым крепким союзом также в семье. Потому что в семье люди могут общаться просто по праздникам друг с другом, потому что у нас есть... А так мы вместе работаем просто и лежим в постели. Мы общаемся, когда у нас есть какое-то событие, что-то есть обсудить. Второй тип дружбы в семье — это деловая. Мы вместе воспитываем детей, мы вместе копим на квартиру, работаем, у нас есть обязанности какие-то, мы их обсуждаем. Это деловые отношения в семье. И третий тип дружбы — это дружба, когда люди идут вместе к Богу, и они обсуждают вот это вот само что-то чистое, светлое, чистое, светлое отношения с Богом, свои друг с другом, они пытаются глубже понять этот мир, глубже понять людей, обсуждают всё это вместе. Есть ещё четвёртый тип дружбы, который труднодостижим для нас с вами. Это дружба возвышенных людей. Эта дружба основывается на глубоком понимании чистоты другого человека, его святости, его чистоты. И эта дружба бывает трёх видов. Первый вид такой дружбы — это равные отношения. Второй вид такой дружбы — это когда есть учитель и ученик. И третий вид дружбы, когда наоборот, есть ученик и есть учитель. Понимаете, эта дружба тоже дружба, но она основывается на видении чистоты человека. Это самый сильный, возвышенный вид дружбы, меняющий жизнь человека. Трудно достижим в наше время. Итак, когда человек духовно развит, то он находится в большой семье. Два последних, самых лучших вида дружбы, когда мы вместе идём куда-то и когда мы видим чистоту друг друга, и поэтому вместе. Этот вид дружбы всегда есть у тех, кто занимает серьёзно самосовершенствование. Те же, кто не занимаются самосовершенствованием, для них доступны только два первых вида дружбы и влюблённость ещё плюс, которая даёт самые сильные чувства. У людей, которые не занимаются самосознанием, самое сильное чувство приходит из-за привязанности характеров. Влюблённость может быть половая, то есть можно влюбить друг друга половым способом. Влюблённость может быть основана на единстве характера двух мужчин, допустим, или двух женщин. Это называется дружба. Это тоже влюблённость. Но эти отношения, в данном случае влюблённости, не являются стойкими также, потому что в них очень сильно входит эгоизм. Когда люди влюблены друг в друга, это означает, что они ждут друг от друга очень сильно счастья. Это ожидание счастья от другого человека называется эгоизм. Видите, первая больная фраза. Это и есть эгоизм. Женщина по-женски хочет счастья от мужчины, требует у него. Мужчина по-мужски. Но это и есть самый главный враг человеческой жизни — эгоизм. Желать счастья, ждать счастья от близкого человека. Потому что любовь означает заставлять себя служить близкому человеку, несмотря на то, что счастья от него не хватает. Это уже называется любовь. Это труднодостижимая вещь. Всегда. И в наше время, и в былые времена. Итак, вторая причина, почему человек, который занимает самосовершенство, не бывает одиноким, потому что с помощью духовной жизни он разрушает свое одиночество. Он создает семью. То есть он преодолевает гору, препятствия, которые стоят перед ним. То есть он может изжить проблему в своем сердце с помощью работы над собой, контакта со светом. Тьма, сердце разрушается. Означает, что человек входит в естественный ход событий жизни. Есть четыре естественных хода жизни событий. Четыре. Естественные. Послушайте меня внимательно. Когда человек учится просто, ему не нужна семья. Обычно это юноши и девушки. Они учатся жизни, им рано еще жениться. Этот уклад жизни называется ученичеством. В это время человек не думает о семье. Ему не нужна семья. Но в это время он также не должен заниматься сексом. чтобы не разрушать свою чистоту. Второй уклад жизни — это шукрат жизни семейный, когда человек должен жениться или выйти замуж. Вот теперь смотрите, человек хочет выйти замуж или жениться, но не может. Видите, это уже неестественное состояние. Правда ведь? Неестественное состояние. Он хочет сменить уклад, но не может. Вот в это время человек не должен хотеть и ждать. Он должен возвращаться в ученичество. Он должен совершать аскезу с целью очиститься для того, чтобы сменить уклад жизни. Третий уклад жизни, естественный, это отречение. Человек естественным образом уходит в монастырь, если он духовно развивается очень сильно. В наше время даже не стоит это обсуждать, потому что это всегда вызывает очень неприятные чувства. Это означает, что два человека, у меня есть знакомые, муж и жена, развились духовно. Он отрекся от мира, и она отреклась от мира. И они стали наставниками для всех. И они счастливы, у них хорошие отношения друг с другом остались, но на духовной платформе уже. Бывает, что люди даже не расходятся. Они вместе становятся наставниками и живут вместе, но их стандарты жизни выше. У них очень высокий уровень отношений, духовные отношения. Нематериальные. Такое тоже бывает. Это называется следующий уклад жизни, третий, отречение. Есть еще четвертый уклад. Это монашеская жизнь. То есть, когда человек не просто отрекается от личного счастья какого-то, живет для других людей, а он ограничивает свою свободу в жизни. То есть, он уходит от мира. Отрекается от мира уже. Понимаете? Мирской жизни не живет. Если человек неестественно входит в эти форматы, допустим, человек не хочет учиться, но учится, он страдает. Если человек хочет жениться, но не может жениться, он страдает. если человек не хочет жить семейной жизнь но живет семейной жизнью он страдает если человек должен отречься уже от мира но он не может отречься он страдает если человек отрекается искусственно ему не надо отрекаться но ему просто его бросили он стал отреченным потому что его бросили, он страдает и так далее. Видите, страдание означает неестественная форма существования человека, потому что естественно человек может быть отречённым, естественно человек может быть женатым, естественно он может ещё не дойти до того, чтобы жениться, и это всё приносит счастье. Но вот когда человек просто хочет вот так вот как-то жить, но не может, это приносит страдания. Причина того, что он не может так жить, только одна. Это тяжёлый грустный был. Это означает, что я не сдал или не сдала свои экзамены в жизни, чтобы получить семью. Нет других причин. Даже девушки на колясках выходят замуж, а девушки красивые и симпатичные могут не выйти замуж. То есть здесь нет прямой логики. Конечно, девушка симпатичная вроде бы должна быстрее выйти замуж, чем девушка на коляске, потому что у ней больше возможностей. Но эти возможности в наше время не срабатывают. По какой причине, как вы думаете? По двум причинам. Первая причина – люди живут в основном безнравственной жизнью, и от этого готовых мужчин для семейной жизни и готовых женщин для семейной жизни не хватает. Это ещё хороший вариант, понимаете, в нашем обществе. Потому что в другом обществе, более безнравственном, появляется ещё один пласт проблемы. Этот пласт означает, что хватает уже людей для того, чтобы создавать безнравственную семью. Не то, что не хватает силы создать нормальную семью, а уже хватает глупости, чтобы её создать ненормальную. Вы понимаете, да, о чём я говорю? Мальчики с мальчиками, девочки с девочкой. Или мужчина с ребёнком, и так далее. Или человек с животным. Такое тоже уже есть. Безумию нет предела. Но это уже следующий виток. Он ещё пока в нашу страну не сильно захватил. Следующий виток деградации общества. Называется виток деградации общества. Когда люди не могут, просто не могут жить с противоположным полом. У них нет возможности. Понимаете, такое возможно. Представляете, это страшно. Есть две причины, которые не дают возможность создать семью. Первая причина. Я могу встретиться с человеком, но жить вместе не могу. Потому что не тех попадаются всё время. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. А ходит в праздной суете. И постоянной ните. Но это значит, девушка красивая. Она привлекает человека внимание. Но в сердце у неё силы принять свою судьбу не хватает. У неё нет возможности с кем-то жить внутренне, потому что не хватает силы. Не она верит, что она встретит в себе хорошего человека, не понимая, что с точки зрения личной жизни хороших людей нет. Видите, я сказал фразу, она может в шок сейчас привести. Кто-то может сказать, «Аля Геннадьевич, я не согласен». Я согласен, что такое моё высказывание очень имеет такую серьёзную форму. Я сейчас объясню, почему. Потому что, когда включаются отношения желания счастья от близкого человека, в этом отношении включаются сильные желания. И эти сильные желания рождают очень сильный взрыв эгоизма в сердце человека. В древней культуре этот взрыв эгоизма контролировался старшими. Людям объяснялось, что так себя вести с близким человеком нельзя. Понимаете? То есть женский эгоизм контролировался, как надо женщинам себя вести, потому что женский эгоизм взрывается определённым образом. Как женский эгоизм взрывается? В виде обидчивости и претензий к мужчине. И поэтому женщинам говорили старшие, ты не имеешь права на него обижаться и говорили с ним грубо и претензионно. Ты должна его очень уважать и терпеть. Всё, что с ним, он тебе даёт жизнь. И она так себя вела, и ей было легче с ним жить, как ни странно. Хотя с первого взгляда кажется, что будет ещё хуже. Но если сейчас кто-то скажет современной женщине, не возражай и за всем соглашайся, как бы не проявляй эмоции чрезмерных, то это всё равно, что заставить ребёнка поднимать штангу. У нас нет такой возможности, у женщин современных нет такой возможности не возражать мужчинам и не проявлять чрезмерные эмоции. Невозможно. У них не хватает возможности внутри. Нет, нечего давать такие советы. Это не работает, не помогает. Или мужчин, были советы мужчинам, старшие мужчины говорили. Всегда оставайся спокоен рядом с женщиной и невозмутим. Что бы она ни делала и ни вытворяла, как будто всё происходит нормально. Больших проблем нет. Как бы она себя не вела эмоционально, не реагирую это истерично. Относись к этому спокойно, не обращая внимания. Совет не востребован в современной культуре. Что невозможно мужчине не обращать внимания современной. У неё не хватает сил. Самая главная и первая ошибка тех, кто хочет создать семью, самая главная и первая ошибка, это недооценка строительного материала. То есть мы хотим строить дом и как бы уверены, что его можно делать 9 этажей, всё, как бы он не развалится, но кирпичи плохого качества, понимаете? И дом из-за того, что кирпичи плохого качества, он почему-то начинает трескаться, ломаться. Мы думаем, наверное, не повезло, может строители плохие. Кирпичи такие, что с ними много не построишь. Понимаете, в современном обществе нравственному образованию уделяется очень мало внимания и сил. У нас даже опыта сейчас нет нравственно образовывать людей. Смотрите, есть очень серьёзное противоречие. Нравственное образование в основном даётся внутри религиозной формации, а внутри религиозной формации серьёзно находится небольшая горстка людей в обществе. Внутри религиозных формаций находится мало людей, но именно там им дают нравственное воспитание. Но понимаете, нравственное воспитание это воспитание, которое ниже религиозного. И его надо давать всем людям, независимо от веры. И именно так должны делать религиозные люди, религиозно настроенные. Они должны вовлекать свой формат религиозных людей, а просто давать всем вокруг нравственного воспитания, потому что именно верующие люди обладают этим знанием. Но сейчас такого воспитания нет, межрелигиозного. Нравственного воспитания не существует. Потому что если оно и есть, то оно всегда внутри какой-то одной веры происходит. Это тоже хорошо, это даже лучше. Но общество в целом не охватывается таким образованием. Поэтому люди нравственно не воспитаны в основном. Они не знают, как себя вести друг с другом. Психология в этом плане не поможет. Знаете почему? Потому что психология и нравственное развитие человека это противоположные вещи. Психология учит приспосабливаться друг к другу, а нравственность учит терпеть. А терпеть можно только с молитвой, невозможно просто терпеть. Даже если психология говорит терпи и прощай. Это не работает. Потому что вытерпеть и простить без Бога невозможно человеку. Невозможно. Поэтому даже на уровне нравственного воспитания люди должны знать, что есть Бог, что нужно как-то учиться молиться, даже если ты не имеешь какой-то веры конкретной. Она пришла тоже на лекцию. Нормально. Не обращайте внимания. Когда атмосфера хорошая, животные приходят обычно. У нас на фестивале благость тоже. Или собачка заводится, или кошка между ногами бегает постоянно. Ее оттуда выносят, она опять лезет. Тема знакомая. Итак. Первая причина заключается в том, что Бог нам дает людей. Но мы не можем вытерпеть ситуацию. Мы не можем жить с тем, кто кого нам Бог дал. И есть здесь два варианта. Первый вариант. Чуть-чуть дистанцироваться и в молитве, в работе над собой принять человека постепенно, с годами. И второй вариант. Посчитать, что я ошиблась, что мне не повезло, мне подходит лучший человек, другой. И искать другого. Этот вариант безнадежный. Все люди, которые выбирают вот этот путь, искать другого, все они обречены на одиночество. Причем у Бога нет много вариантов. Понимаете, он может только несколько раз нам кого-то давать. Он не может бесконечно давать новых. Как определить, что Бог дал человека? Вы встретились с человеком, начали отношения, разлучиться не можете. Вот трудно разорвать отношения. Значит, Бог дал этого человека. Вот это и есть критерий. А почему Олег Геннадьевич такого ужасного? Потому что вот такая у нас судьба.